Всем привет! С вами Паня и в этом видео я вам покажу очередного кинолуха, который научит нас учить собаку прыгать. Конечно же неправильно, но прежде чем мы начнем видео, я хочу вас познакомить с Дикобразом. Ему 6 месяцев и он ищет свои любящие верные руки. Это самая шеложопая собака в мире, которая ищет своих хозяев. Если вас заинтересовала такая чудесная собака и вы хотите узнать о ней побольше, пишите мне в личку, ссылку на которую вы можете найти внизу в описании под этим видео. А мы начинаем. Барьер это по желанию, он входит в курс ОКД. Барьер, команда барьер входит в курс ОКД. Ну как бы мы с первого раза поняли, что эта команда входит в курс ОКД. Но она как бы не всем нужна, потому что собаку если научить прыгать, она потом будет со двора выпрыгивать через забор, когда захочет. Вот ты сок! Собака типа сама не додумается перепрыгнуть через забор. Я знаю огромное количество собак, которые не только перепрыгивают через забор, они перерезают по сетке рабицы, а их никогда и ничему не учили. Стоит недооценивать мозги собак. Если вы хотите научить свою собаку преодолевать препятствия, учите непосредственно на этом препятствии. Хорошие препятствия должны разбираться и собираться, и корректироваться по высоте. То есть маленькое, побольше и большое. И соответственно мы начинаем учить с маленького. Не понимаю как такой методик и можно научить любое живое существо чему вообще-либо. Эта методика давным-давно устарела и не работает совершенно. Давайте сравним с тем же ребенком. Вот представьте, вы хотите научить ребенка прыгать через козла. Ребенок не знает, что такое козел и что через него нужно прыгать. А вы берете ребенка, делаете ему разгон и дергаете за руку, как долбоев. И просто перетаскиваете его. Ребенок, думаете, поймет, что нужно прыгать через козла таким методом? Нет, конечно. Если ребенку мы можем объяснить словами, то собаке мы можем просто показать вкусняшку или лакомство. В общем, научить это методом наведения и положительного подкрепления. Что я, в общем-то, вам и рекомендую делать. Обучать именно таким методом. О такой методике вы можете забыть и всем своим друзьям этим видео рассказать, что такая методика самая идиотская методика в мире. И ни один человек, ни один кинолог в здравом уме так обучать собаку, конечно же, не будет. Перетаскивание животного через какой-либо предмет быта совершенно не означает то, что вы научите собаку прыгать через барье. Потому что прыгать и перетаскивать за шейник – две совершенно разные вещи. А еще собаке очень больно, когда вы тащите и поднимаете ее за шею, если что. Некоторые могут начать защищать комментарии. У собаки есть мышцы на шее, у них шея по-другому устроена. Собака шея устроена точно так же. И то, что у них есть мышцы, как и у людей, совершенно не означает, что им не больно. Учите анатомию. Сейчас покажу на другом еще препятствие. Поехали. 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 Хорошо, молодец. Поехали. Поехали. Очень жалко собаку после такого, потому что это такая бредятина. Никогда не вздумайте слушать таких кинологов и еще более того, ходить к таким на занятия. Это просто отбитые совершенно люди. Молодец. Вот таким вот образом собаке надо помочь. Собака, кстати, первый раз вообще на барьерах показывает. Несколько раз вот так вот с собакой запрыгнуть, затянуть ее, показать, что тут ничего страшного нет в прыжке в этом. Тогда она будет прыгать сама. Чтобы показать собаке то, что в прыжке ничего страшного нет, прежде всего нужно не дергать ее за поводок и не доставлять ей боль. Я уже сказала, что собаке действительно больно. И шеи у нас с собачьими достаточно похожи. Вы можете сравнить, подергать себя за ошейник и проверить, каково это, каково у вашей собаки. Ну, может, чуть ниже у них болевой порог, раз так все носят ошейники. Но, тем не менее, собаке больно, когда вы дотаскиваете ее на какой-то снаряд или дергаете за поводок. Ну, вот по поводу убирания страха. Как можно рывками добиться того, чтобы собака перестала чего-то бояться? Давайте сразу поставим такое равно, рывок равно боли. И представьте, вы боитесь высоты, вас затащили на высоту, так вас еще херачат постоянно чем-нибудь больным, да? Там, бьют розга, я не знаю, там, током постоянно херачат. Вам, как бы это, станет легче от такого страха? Нет, конечно. И чтобы показать собаке то, что это не страшно, нужно прежде всего подбодрить ее, похвалить, показать, как нужно, а не страдать вот такой вот херней. Херней! Вот, хорошо, молодец! Сидеть! Вперед! Пошли, пошли вперед, не бойся, машину вперед! Давай, 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 вперед! Вообще, чем больше собака умеет преодолевать препарствия, тем считается, что собака более опытная ума. Иди ко мне, не бойся, девочка, иди, иди. Вот так, молодец, хорошо. Вот он говорит сам, то, что чем больше собака умеет преодолевать препарствия, тем собака считается более опытной и более умной. С чем я, собственно, и согласна. Если вы хотите этим заниматься, занимайтесь, прежде всего, за вкусняшку. И это также научит собаку вам доверять. Если собака вам доверяет, она заберется куда угодно и сделает для вас что угодно. Потому что взаимоотношения и доверие это огромная часть дрессировки. Дрессировка не заканчивается на командах сидеть и лежать. И не начинается с них. Дрессировка, прежде всего, это правильно построенные взаимоотношения с вами. А рывками вы никаких взаимоотношений не добьетесь. Насколько я поняла по его канале, какой-то просто отбитый чувак с нездоровой головой. Здоровый человек такой бы херней заниматься не стал. Здоровый человек, прежде всего, жаждет какого-то нового обучения, новых каких-то методов. Постоянно пробует, узнает что-то новое. А такие люди, это просто мне их жалко, потому что это такая вата. Насыщенная вата, просто моралфаги. Господи, аж тошнит. Я никого не хочу обидеть, это сугубо мое мнение. И я вам советую никогда не обращаться к таким людям, не смотреть их видео. И расскажите обязательно о моем видео своим друзьям, чтобы они не попадались на таких же полностью отбитых людей, на таких же полностью отбитых кинологов. И чтобы им все-таки помогали правильные кинологи, правильные люди. И дрессировка и для собаки, и для человека была в какой-то радости, наслаждении, нежели чем вот в такую вот непонятную ебанину. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, также любить собак. И до встречи в новом видео. Всем пока!